В Дом культуры Буревестник приехали 10 команд, чтобы разыграть между собой весенний кубок КВН Ленинского городского округа. Это первая игра, которая по задумке организаторов должна положить начало новой традиции. Мы очень надеемся, что понравится и людям, и соответственно нашему руководству, и администрации в том числе. И мы бы хотели на постоянной основе проводить 4 кубка в год. Это весенний, летний, осенний и зимний, чтобы к нам приезжали команды. Место проведения было выбрано не случайно. А совсем недавно ДК Буревестник стал одним из лучших сельских учреждений культуры Подмосковья. Мы очень рады. Сегодня большой, хороший масштаб. Сегодня приехало 10 команд из разных областей. Московская область, Рязанская, Тульская. Поэтому мы ожидаем море смеха, позитива, потому что день сегодня такой соответствующий. 1 апреля – день юмора, день смеха. Заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова поприветствовала участников первого весеннего кубка КВН. Мы стоим у истока этой традиции. Всем желаю успеха. А от имени главы Ленинского городского округа передаю слова поздравления. Во-первых, с днем смеха. Во-вторых, с началом нашего кубка. И слова приветствия. И всем пожелать хочу победы. Во время своих выступлений команды-участницы наполнили шутками и юмором зал Дома культуры. Зрители смеялись и поддерживали КВНщиков. Несмотря на то, что все ребята умеют держаться перед публикой и раскованно чувствуют себя на сцене, все равно немного волновались. Мы обычно играли в сезонах. Ну, то есть, когда есть одна восьмая, одна четвертая, одна вторая и так далее. Но именно, чтобы отдельно кубок не было еще такого опыта. В этом фестивале мы узнали совершенно случайно. Скинула в беседу, давайте съездим, сыграем, давайте. И началась плодотворная работа. Вот последняя шутка встала на ноги буквально вчера. В ночь мы дописывали наше приветствие. Надеемся, сегодня зал нас скушает, так сказать. Такие площадки существуют для того, чтобы проверять юмор на аудитории разные. Понимать, что работает, что работает на всех, что не на всех. Вот какой универсальный юмор. Вот как-то так. Оценивали выступления команд члены жюри. Одной из тех, кто ставил оценки, была исполняющей обязанности начальника управления по делам молодежи, культуры и спорту Наиля Нугаева. В свое время она и сама играла в КВН. Как опыт показывает, что мы умеем в жизни шутить с вами, а когда садишься за круглый стол и начинаешь сочинять шутки, это на самом деле очень сложно. И не всем дано сочинять оригинальные шутки, которые понравятся зрителю. По итогам выступлений лучшей стала команда «Армия прекрасных половин» из Рязани. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.